Достаточно давненько я уже слышал про этот бренд. И уже достаточно давно он ходит по интернету со своими дикими яркими анонсами. Это у нас, собственно говоря, карточку мы сбросим. Это у нас Петер Ральф. Табак от компании Берн. Еще один кейсик вы сейчас можете увидеть вот здесь в приближенном рассмотрении. Что это такое? Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Короче, продукт выходил уже достаточно давно. Точнее как выходил, его презентация была достаточно давно. До меня он доехал поздновато, доехало до меня всего 6 вкусов, из которых 4 я прокурил. И в принципе я уже могу составить мнение о продукте. И здесь не про вкусы, ребят. Здесь мы затронем тему ароматики продукта, но не будем углубляться в каждый вкус. Почему? Объясню немножко позже. Давайте-ка прочтем, что же, собственно говоря, ребята написали нам на карточке. Компания Берн благодарна тебе за то, что ты принял активное участие в нашей фокус-группе и оставил свое мнение о продукте Петер Ральф. Теперь перед тобой измененный продукт, в котором есть частичка тебя. И именно эта версия пойдет в продажу. Мы постарались учесть все твои пожелания и замечания. Оставляй свои впечатления, они нам важны. Я в фокус-группу не входил. То есть мне пришла именно уже релизная версия. Эдуард Исмогилов, если неправильно сказал, извините, кальян-эксперт. Он вроде бы как занимается каким-то вот продвижением с кальянной темой по Берну. Кальян-эксперт занимается продвижением кальянной темы. Действительно, просто пиздец. Вань, молодец. Красавчик. На монтаже можешь не вырезать. Пусть поржут. Кальян-эксперт занимается продвижением Берна. Занимается продвижением Петтера Ральфа. Он же мне и написал. Говорит, давай мы тебе зашлем. Я говорю, давайте, почему бы, собственно говоря, и нет. И вот как бы до него дошла очередь. Я расскажу вам про него свое мяу. Стоит все это дело, по-моему, в районе 300 рублей за 50 грамм. Сырье, вы видели сырье. Оно темное. По факте, чем-то напоминает BlackBurn, но чуть более сиропистый. То есть, здесь достаточно большое количество сиропа в табаке. Как это по крепости? Это, на мой взгляд, не крепко вообще. То есть, это следующий шаг после B3 или белого Берна. Но это не дотягивает до BlackBurn однозначно точно 100%. Для кого же, собственно говоря, ориентирован сей продукт? На мой взгляд, продукт ориентирован на тех пользователей, которым надоели гиперлегкие табаки. То есть, такие как BeFree, Белоберн, Дейли Хука и так далее. И вот это уже что-то приближающееся по крепости, наверное, к Darkside Shot, к Must Have и так далее. То есть, это прямой конкурент как раз таки этим табакам. Плюс-минус в пересчете. Если мы берем Must Have, который, кстати, так себе. Must Have стоит 165-170, где-то даже 180 рублей за 25 грамм. Это, по-моему, стоит в районе 300 рублей. Я не видел его нигде еще в продаже. Абсолютно. Но если он есть, по-моему, там что-то в районе 300 рублей. Мы сейчас попытаемся загуглить все это дело, причем достаточно быстренько, если у нас получится его найти. 280 рублей. 280 рублей, да, это однозначно ценник, который сможет поконкурировать с некоторыми брендами. Однозначно. Могу сказать, что продукт в целом можно покупать, можно пробовать. Он интересен, интересен. В том плане, что здесь есть очень неплохие ароматы. Такие, как фисташка. Господи, у меня сейчас здесь еще вафельки интересные, крисмаски интересные. Но, ребят, судя по всей рекламе, это должно быть, типа, дохренища лухари сегмент. Дорого-богато. Да, и меня немножко удивило то, что я не могу вот этот пакетик, который есть внутри, я не могу его просто разорвать руками. Ну, наверное, дричь просто. Вот поэтому приходится использовать ножницы. То есть, если ты берешь куда-то с собой этот табак, и у тебя нет под рукой ножниц, придется вскрывать пачку сбоку. И она может протечь, когда ты будешь ее транспортировать. Что не самое приятное решение в целом. По аромке. Я не знаю, какие конкретно это миксы, какие конкретно это вкусы, в том плане, что не факт, что это не топ. Возможно, это отправлен топ, и продукт действительно зашел. То есть, мне не понравилось что-то там Black Prince, или как-то так называется. Я понял, что это клубника. Судя по тому, что я покурил, это Адалевская клубника. Добрый вечер. Это 2013-2012 год. Та самая клубника трава-травой, которую курить невозможно. Привет, Space Jam Darkside. Ее бы, конечно, стоило бы доработать. Потому как именно клубника как раз-таки в Берна получилось очень даже неплохой. Я не понимаю, что пошло здесь не так. Мы сейчас даже по-быстрому, я попытаюсь снова найти. Может быть, я фантастически проебался, и может быть, вообще это не то, о чем я думаю. Да, кстати, Барбарис еще неплохой. Вот Барбарис тоже прикольный. Сейчас я найду этот вкус. Да, Black Prince, это у нас клубника, которая у ребят не удалась. Очень обидно, потому что, опять же, у Берна очень-очень хорошая клубника. Нужен ли этот продукт рынку? Скорее всего, да. Да, потому что существует большой, большой вот аудитории, которая говорит, типа, я не могу курить крепкое, но при этом мне хочется что-то покрепче, чем там какие-то, опять же, Б3, там, Дели Хука и так далее. И вот это плавный переход к сегменту средней крепости. Это интересно. Аромка насыщенная? Да, насыщенная. Курица продукт долго? Да, долго. Как он держит жар? Четыре угля для него, это, конечно, уже, типа, вот, добрый вечер, но вот три угля, двадцать пятых, вполне он потянет. Стоит ли купить? Да, наверное, стоит. Потому как, не знаю, я вот прокурив четыре вкуса, это было интересно. Это было достаточно неплохо. Петер Ральф, компания Берн. Спасибо за то, что прислали. Отдельный респект кальян-эксперту. Потому как, неожиданно, было для меня неожиданно, человек, которого я когда-либо читал, пока еще был во времена своей юной кальянной молодости, прислал мне вот это. И это, безусловно, было для меня очень приятно. Смею вам напомнить то, что Бруско и компания SpaceMob являются нашими партнерами канала. Поэтому мы с вами можем себе позволить снимать вот эти вот видосики, чтобы они были качественными и хорошими. Ссылочка на ребят есть внизу. Тут также есть ссылки на мои телеграммы, на всякие там, где топы, и тебе вот все подскажут и расскажут, как с каким-то боком работать. И вообще там уже даже топы Петра Ральфа есть. Поэтому спускаешься вниз по ссылочкам и находишь, собственно говоря, где все это прочесть. Вот. Спасибо тебе за просмотр. И как всегда, по нашей старой доброй сложившейся, мы с тобой увидимся в следующем видосе. Спасибо. 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 Спасибо.